Честно говоря, даже и мне как-то стало плохо после последней Минской истории, я имею в виду историю с водометом, я расскажу зрителям историю, да. Там все как полагается было, там типичный протестный белорусский чудесный пейзаж, красно-белые флаги, просветленные лица, дети, какие-то милые и умные люди, старушки идут, и полнеба загораживает им мерзкий, значит, усатый лик таракана. Люди идут красиво, но очень деликатно. И тут откуда-то выруливает, появляется тараканий водомет на колесах полицейский и начинает в упор струищей расстреливать этих детей и этих старушек и этих девочек. Понятно, что расчет на то, что не добьем дубинками помрут от мневмонии, потому что холодрыга при этом адская. И вот тут на секунду вдруг у белорусов понижается градус интеллигентности, куда-то девается вся деликатность. Не выдерживают сердца, они останавливают к чертовой матери этот водомет, а поскольку люди технически грамотные и очень рукастые, они вносят в этот водомет несколько конструкционных изменений, после которых водомет может уже поливать только сам себя и несколько продрогших омоновцев, которые там прилепились к его бортам и колесам. При этом, как я понимаю, какие-то детальки, там всякие краны, сгоны, фитинги еще и сняли для того, чтобы и впоследствии не было возможности его использовать. И это бы ладно, и это бы хорошо, это бы все очень красиво и замечательно. Ну а на следующий день в эфире белорусского телевидения появляется милицейская пресс-дама с красивой фамилией Чемоданова и с надрывом просит тех протестующих, что разбирали водомет, вернуть детали и по возможности водомет починить, потому что с поломанным водометом в следующие выходные будет очень сложно разгонять протестующих. Она заклинала, вот буквально я выписал, отдать детали, не подставлять сотрудников, потому что им придется оплачивать ремонт из своего кармана этого водомета. И она потрясающе завершила свою речь. Это я вам как мать говорю, сказала она. Вы знаете, немножко зная белорусов, я боюсь, что запчасти разобранного водомета они так и ж понесли обратно. Ну и вот этот весь торт белорусский, конечно, венчает сегодняшняя российская новость о том, что Тихановскую красавицу в России объявили во всесоюзный розыск. И правильно, надо еще Меркель объявить, потому что это одна шайка-лейка. И Макрона тоже надо поймать, чтобы девочкам не было там в ВВС скучно. Но вообще, если они поймают Тихановскую, если они поймают Меркель и Макрона, ну, слава богу, потому что в этой стране появится хоть кто-то, кто умеет управлять, и у кого можно набраться какого-то опыта сравнительно с теми, кто управляет сейчас. Александр Ильич, у меня только один вопрос. А что Тихановская сделала МВД России? Зачем они ее ищут? Там скрыта статья, там очень хитренько. Обычно, когда идет розыск, то это розыск по конкретной совершенно статье. Там статьи не указано. Как, кстати говоря, и Меркель тоже объявит в офисоюзный розыск, вероятно, не упоминая статьи. Всероссийской. Да, совершенно всероссийской. И, кстати, мы никогда же не знаем, когда в розыске человек, мы же никогда не знаем, где он находится, даже если он регулярно появляется то в Елисейском 20-е, то еще где-нибудь. Да, конечно, мерзавцы, мерзавцы. На розыске это никак не сказывается. Я говорю, опасная шайка, опасная шайка ходит по Европе абсолютно безнаказанно. Спасибо.